Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Признаюсь, это видео мне хотелось записать уже очень-очень давно по двум причинам. Первое, я посмотрела видео, на основе которого, в общем-то, у меня родилась идея для моего собственного ролика. Ну и также я получаю очень много комментариев. Часто они приходят мне в Инстаграме в Директ, часто мне пишут даже на мою личную почту. Большое всем спасибо. Если я не сразу отвечаю, но так случается, я всегда потом беру себе отдельный день и стараюсь ответить что на свой Директ в Инстаграме. Что на личные сообщения по электронной почте. А тема очень простая. Мне пишут мамы маленьких детей, мамы, у которых, возможно, в семье появится второй ребенок. У меня есть зрительница, у которой пять детей. И вот недавно я получила комментарий от зрительницы, у которой четыре ребенка. Также есть зрительница, у которых трое детей, как у меня. И мне пишут эти зрительницы, что мои видео о детях им помогают. А тема сегодняшнего видео – мое идеальное утро. Я расскажу вам о своем идеальном утре, о котором я задумалась, повторюсь, просматривая видео другого блогера. И видео это было очень интересно, на мой взгляд. Опять же, я сужу не только как зритель, но и как автор. Потому что видео рассказывало о том, как проводит свое субботнее утро некая девушка. Возможно, у нее есть ребенок, возможно, нет. Я не совсем поняла из этого видео. Но, скорее всего, да, ребенок в семье какого-то маленького возраста присутствует. И девушка это также минималист. Вот она рассказывала о том, как в субботу она может посвятить несколько больше времени себе, попить чай, посмотреть в окно, нанести какую-то масочку, в общем-то, привести себя в порядок и порассуждать, подумать, возможно, побыть наедине с собой. И вы знаете, что я заметила, дорогие зрительницы, мамочки одного ребенка, либо большего количества детей, я заметила, что мое утро, мое идеальное утро у меня имеет место не только в субботу. Я сейчас расскажу вам о том, как мне удалось организовать не просто свой день, а свою жизнь таким образом, что действительно я просыпаюсь в хорошем настроении. И я просыпаюсь совершенно точно, зная, что я все успею. А что я успею? Я успею, как эта героиня, но не только в субботу, попить свой чай. И, возможно, даже две кружки, а я пью большие кружки чая. Я успею посмотреть в окно. Посмотреть в окно стало моей традицией каждое утреннее. Я очень люблю смотреть в окно. Часто я вижу людей, которые гуляют с собачками. Ну и вообще смотреть в окно мне стало нравиться. Меня это, что называется, очень-очень умиротворяет. Пока мой ребенок завтракает, я подхожу к окну со своей кружкой чая и только потом присоединяюсь к ребенку, который завтракает. Но самое интересное, у меня всегда хватает время совершенно без спешки собраться. Я успеваю сделать прическу, я успеваю накраситься. Ну, примерно так же, как я выгляжу сейчас, я и выгляжу, в общем-то, покидая свой дом в 8.45, либо в 8.30 утра. Я также имею всегда время для того, чтобы одеться. Ну, на мой взгляд, достаточно красиво. Но самое главное, у меня есть время даже выбрать эту одежду. Итак, каким образом я получаю свое идеальное утро? Самое главное правило, о нем много раз говорю, оно связано не только с материнством, но и вообще, мне кажется, с организацией лично моей жизни, связано с тем, что я высыпаюсь. Я действительно просыпаюсь, наверное, в 7 утра самостоятельно, без каких бы то ни было проблем. Единственное, что это время варьируется, это могут быть и 6.30, и 6.15 утра, если речь идет о каком-то летнем периоде, и солнце восходит раньше, соответственно, раньше становится светлее. Это может быть несколько позже, если мы прямо-таки в разгар зимы, и действительно светлеет очень и очень поздно, в районе 8.00-8.15, допустим, утра. Соответственно, я просыпаюсь вот сейчас примерно в 7 часов утра. Этого достаточно для того, чтобы я полежала и спокойно проснулась. Но этого также достаточно для того, чтобы я ощущала с самого начала себя самым спокойным образом, потому что когда ты просыпаешься по будильнику, когда тебе тяжело вставать, это приносит в твою жизнь стресс. Один раз по будильнику, два раза по будильнику можно проснуться, но просыпаться так каждый раз – это очень сложно. И я рекомендую всем своим зрителям, которые так или иначе это видео смотрят, неважно, потому что у них есть дети, либо нет, рекомендую попробовать действительно привести свою жизнь к таким ритмам, когда вы самостоятельно просыпаетесь. Для этого нужно действительно ложиться раньше спать, для каждого ложиться раньше спать. Это будет свое время. И для этого, как это странно бы не звучало, мне пришлось также поменять свое питание. Я заметила, что когда я перешла на так называемое растительное, живое питание, оно преобладает в моем рационе, но оно не исключительно. Я также ем термически обработанную еду. Иногда мне случается есть белок, очень многие переживают за то, что мои волосы, зубы, ногти скоро выпадут. А присутствует белок животных в том числе в моем рационе, но могу сказать, что вот эта смена рациона в сторону термически необработанных прежде всего овощей, а также фруктов, она имела, что называется, для меня разницу во многих аспектах моей жизни. Поэтому я просыпаюсь самостоятельно, и это очень-очень важно. Я сплю со своим младшим ребенком, и могу сказать, что если у вас есть возможность спать со своими детьми, либо со своим ребенком, это очень и очень важно. Не всякий муж пойдет на то, чтобы позволить своей жене спать с ребенком, по большому счету уступить свое место. К счастью, у нас есть такая возможность. К счастью, мой муж достаточно легко, уже по крайней мере, на третьем ребенке принял мысль о том, что да, совместный сон мамы и ребенка, он во многом положителен для всей семьи, для ритмов всей семьи. Соответственно, я просыпаюсь с Данечкой. Данечка никогда не просыпается самостоятельно с тех пор, когда он прошел в сад. Если раньше он мог проснуться раньше меня, но для меня это, повторюсь, не было никогда проблемой, потому что я высыпалась всегда, даже когда Данечка был новорожденный, просто потому что, повторюсь, я рано ложилась спать, то сейчас Данечку мне приходится будить. И это составляет, наверное, мою самую прекрасную часть моего утра, потому что любой ребенок, когда просыпается, он, конечно же, очень милый. Чем меньше ребенок, тем у него более смешная мимика, дети очень смешно просыпаются, они очень смешно моргают своими глазами, на самом деле они похожи на мультяшных героев. И дети, я думаю, это свойственно вообще всем детям, они, когда просыпаются, они тут же тебе улыбаются. И, соответственно, с Данечкой таким образом мы просыпаемся, я таким образом его бужу, и мы без проблем встаем. Но без проблем встаем на этом заканчивается, потому что потом у нас начинаются не настолько полосатые носки, как хотелось, не настолько белая футболка с велосипедом, с которым, возможно, хотелось, и так далее, и так далее. Возникает очень много, очень много разных ситуаций, с которыми, опять же, я думаю, знакома любая мама. Но, несмотря на это, мое прекрасное утро с вами продолжается. Мы спускаемся к завтраку, я сажу Данечку завтракать, чищу шкурку от одного яблока. Если бы раньше меня это, наверное, очень озадачивало, почему ребенок не может поесть яблоко со шкуркой, то теперь я тоже отношусь к этому спокойно. Да, ребенок не может поесть яблоко со шкуркой, потому что он ребенок. Я чищу ему яблоко от шкурки, он ест свое яблоко, я же готовлю себе свой чай. Я бужу Даню в 8 часов утра, спускаемся к завтраку, мы примерно в 8-10 утра. Примерно в 8-20 утра я допиваю свой чай, посмотрев в окно, посидев с Данечкой, поговорив с ним о чем-то, и я ухожу одеваться. Данечка продолжает свой день. И мне достаточно 15, иногда 20 минут, если уж я прямо-таки не знаю, что мне надеть, а очень-очень хочется мне с утра принарядиться. Сборы занимают у меня 20 минут, включая прическу, включая легкий макияж, включая само одевание и выбор одежды. И потом я спускаюсь, соответственно, с Данечкой мы одеваемся и выходим. Примерно в машину мы садимся, но опять же, все зависит прежде всего от моих собственных сборов, 8.30, 8.36. И к 9 часам мы приезжаем в сад, на самом деле к 9 часам я уже выхожу из сада, уже иду к машине, беру свою селфи-палку, чтобы установить на нее свой телефон. И, соответственно, сделать, возможно, несколько фото, возможно, несколько фото и видео, а, возможно, даже некую подводку к новому видеовлогу. Вот таким образом начинается мое утро, потом я возвращаюсь домой, пью опять свою чашечку чая и потом начинаю записывать, как сейчас, либо монтировать. Опять же, все зависит от того, что я на этот день запланировала. Поэтому, дорогие зрители, могу сказать, что имеем мы наше идеальное утро и как часто в неделю мы его имеем, действительно зависит только от нас. Но также необходимо понимать, что для того, чтобы наша организация, то, как мы проживаем наш день, нас радовала и нас хотя бы удовлетворяла, очень важно действительно определенные моменты отследить. Для меня в свое время это было отследить достаточное количество сна для меня, понять, что для меня нужно вот такое количество сна. Никак я его взять не могу, я не могу себе позволить просыпаться в 8, в 9, тем более в 10 утра, как было когда-то. Это значило для меня сдвинуть свой отход ко сну на более раннее время. Мне удалось организовать ритмы своей семьи, а также свои собственные для того, чтобы иметь действительно ранний отход ко сну. И, соответственно, это решило для меня очень и очень многие проблемы. Желаю вам быть внимательными к себе, желаю вам иметь ваше идеальное утро, но не преувеличиво, действительно, каждый день. Не только на выходные, когда нам не нужно никуда спешить, но даже и в те дни, когда мы действительно озадачены сборами, озадачены тем, чтобы не опоздать, иметь все-таки достаточное время для того, чтобы утром насладиться. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Показай, Патон! Это моя. Это не моя, а папина. Терки. Терки. Что это терки? Я хочу купить Тайгер. Ты опять хочешь что-то купить? Да. К счастью, сегодня воскресенье, Габрюшка и Тайгер закрыт. Показай!